Три закадычных друга, Александр Магомед и Максим, познакомились несколько лет назад и делят крышу над головой. Живут в общежитии федерального университета. Жизнь студенческая теперь течет в едином потоке, совмещая три культуры. Русскую, турецкую и табасаранскую. Впрочем, говорят ребята, о своих различиях они не часто вспоминают. Живем вместе, дружим вместе. То есть для нас, да, можно сказать, как дом дружбы. Пусть это звучит как-то, может, странновато. Как говорится, вы знаете, национальность, она как бы не имеет значения. Главное в человеке его характер, его воспитанность. Сегодня в СКФУ обучаются представители 86 этнических групп из 42 регионов страны и ближнего зарубежья. Ежегодно здесь проводят крупные фестивали народов Северного Кавказа, дискуссионные клубы, встречи с различными деятелями политики и культуры. Кроме того, создаются специальные этносоветы, в рамках которых активисты общаются с ребятами из соседних регионов и дают наставления вновь прибывшим студентам. Только в этом году наши ребята выезжали и в Махачкалу, и во Владикавказ для общения с ребятами из других регионов. У нас выпущены большие методические рекомендации. Такой методический подход вполне оправдан. Университет – научный и образовательный центр региона. Именно поэтому он и стал одной из площадок для проведения Ставропольского форума Всемирного Русского Собора. Подходящий не только технически, но и духом единства и согласия, он примет гостей форума для реализации своей главной задачи. Осознание принадлежности к единой культурной цивилизации, именно которой Россия, как многоконфессиональная, многонациональная, многокультурная общность, включающая в себя уникальные культуры всех народов, которые образуют сегодня Россию. Сотни ученых и политиков, среди которых ожидаются и главы соседних республик, и депутаты федерального собрания, а также десятки специалистов в вопросах религии и истории, соберутся на четырех тематических площадках. Определяющими будут темы семьи и российской государственности на Кавказе, перспектив русского народа и роли общества в воспитании личности. Даже сами названия секции вызывают желание спорить. И это желание участники смогут удовлетворить. Объединение культур, объединение интересов, вплоть даже до того, что познание различных религий и возможности вот такого определения общих интересов, это и является, наверное, определяющим и основным, почему форум проводится в нашем Северокавказском федеральном университете. Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора продлится два дня. Максим Матвеев, Иван Иванов, Евгений Брожек. Специально для РЕН-ТВ Ставрополь.